5 июня – Всемирный день окружающей среды и день эколога в России. Каждый год он проходит под каким-то девизом и с ведущей темой. В 2020 году это сохранение биоразнообразия, которое является основой равновесия в живой природе. Даже в свой профессиональный праздник специалисты отрасли на рабочих местах. Сейчас в охотничьих угодьях выкладывают соль для диких животных. По результатам зимнего подсчета, за три года численность только лосей выросла на шесть сотен. На лосиную тропу вышла и наша съемочная группа. Это следы, присутствие зверя, лося. Вот как раз направление следований идет в том направлении. В лесах Заволжья масса лосиных троп. У здешних обитателей в меню теперь вместо грубых веток и коры – так называемая зеленка. После зимы надо восстанавливать иммунитет. Но в любой сезон дикие звери нуждаются в минералах и соли. Сейчас лоси, косули и другие животные в активном поиске слонцов. Видели следы. И вот на данном месте это свежая лежанка, лёшка, лося, примята трава. То есть это опять же подтверждение тому, что звери здесь есть, он периодически приходит сюда. Инспектор Константин Горшков знает эти леса как свои пять пальцев. Он провел нас в глубину чаще, где стояла кормушка. Такие подкормки проводят обычно в начале лета и осенью. Сколько в 20 килограммах соли пользы знают специалисты. Мы раскладываем соль весной и осенью-зимой. Весной соль, как минеральная подкормка, нужна для роста рогов как раз в данное время. Потому что лоси, они сбрасывают рога. Вот и каждый год у них появляются новые. А в осенне-зимний период, когда лоси переходят на древеско-куссарниковую пищу, соль нужна для пищеварения. То есть так как у них сложный, 4-каменный желудок, соль необходима. И также для предотвращения заболеваний. Всего таких подкормочных площадок в этих лесах 5. Для реестра саванцы фиксирует спутниковый навигатор. Ведь дикие животные запоминают место и возвращаются туда вновь и вновь. Осинки, они сломаны, ветки. То есть здесь вот слева. Звер, приходя сюда, значит, кормился еще. Выкладывают соль во всех охотничьих угодьях. Их количество определяется наличием сахатых на участке. К примеру, на 10 лосей по 2-3 слонца. Такие площадки есть в Парецком и в Батревском районах. Специалисты планируют создать их повсеместно, где есть поголовье диких животных. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.